И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к образу Пресвятой Богородицы, умягчения злых сердец или семистрельная. Свидетельством происхождения сей иконы является евангельское повествование о том, когда праведный Симеон, богоприимец, встретился с Божьей Матерью и Христом Младенцем. Обратившись к Божьей Матери, он предрек такие слова. «Се лежит сей нападение и восстание многих в Израиле, и в предмет привлеканий, и тебе самой пройдет оружие душу, и многие сердца и помышления сердечные откроются тебе». В соответствии со словами Симеонова предсказания на иконе Божья Матерь изображена одна, беспредвечного младенца. Этот образ отражает то одинокое страдание Пресвятой Богородицы, которое она испытывала за своего Божественного Сына в течение всей своей жизни и особенно во время Страстных Дней Спасителя. Семь мечей, пронзающих сердце Пресвятой Богородицы, говорят о полноте той скорби, которую она претерпела в земной жизни. В Священном Писании число семь вообще символизирует полноту чего-либо. В Церкви с древностью утвердились понятия о семи основных добродетелях, семи смертных грехах. Пророчество праведного Симеона Богоприимца на семистрельной иконе изображено видимым символическими знаками – мечами. Выбор образа меча, связанного в человеческом представлении с пролитием крови, не случайен на иконе, изображающей великое горе Божией Матери. Другое толкование образа семи мечей, пронзающих грудь Пресвятой Богородицы – это семь главных греховных страстей человека, которые приносят Божией Матери новые душевные муки. Мы с вами видим, что на иконе изображена Божия Матерь в красном облачении. Это облачение свидетельствует о крови, о царственном принадлежности Божией Матери и о ее жертвенности за всех нас людей. Те мечи, которые пронзают ее сердце – это берет она на себя всю боль человеческую и проносит через свое сердце, молясь о всех нас. Отличие икон Божией Матери умещения злых сердец и семистрельной состоит в том, что в умягчении злых сердец мечи расположены слева и справа по три, и один меч снизу, а на семистрельной слева три меча и справа четыре. Пред иконой Божией Матери семистрельная или умягчение злых сердец верующие молятся о том, что Божия Матерь помогла им бороться со страстями греховными человеческими, и о том, чтобы Божия Матерь утолила боль и печаль, которые бывают в нашей с вами земной жизни. 2 сентября в среду отмечается День памяти пророка Самуила. Это был 15-й и последний израильский судья. Жил пророк за 1146 лет до Рождества Христова. Он родился испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны, поэтому и получил имя Самуил, что значит «испрошенный». Получается, что еще до рождения мальчик был посвящен Господу. Когда малышу исполнилось три года, матушка по обету отдала его в Скинию на попечение первосвященника Илья, который в то же время был и судьей над израильским народом. В 12 лет Самуилу было откровение, что Бог покарает весь дом первосвященника Илья за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество исполнилось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, захватили в плен ковщик Завета. Первосвященник Илья, узнав об этом, умер, потому что и его сыновья Офни и Финиеса, за бесчестие которых пострадало множество людей, они также были среди этих 30 тысяч. Жена Финиеса умерла в тот час, когда получила весть со словами о том, что Израиль оставил Бога, ибо взят ковчег Завета. Пророк Самуил после смерти первосвященника Илья стал судьей израильского народа. При нем ковчег был возвращен самими же филистимлянами, а когда израильтяне обратились к Богу, то и были возвращены многие города, которые также захватили филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были коростолюбивы. Тогда старейшины Израиля потребовали у пророка Самуила поставить им царя, но пророк увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял сам Бог. Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Его жизнь описана в Библии. В 406 году мощи пророка были перенесены из Иудеи в Константинополь. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.